Привет-привет! Видео будет про заточку. У меня уже было одно видео на тему, как стимулировать себя двигаться куда-то дальше, развиваться. Началось у меня очередное обострение где-то летом 2015 года, когда я писал заметку про HHT тесты, тесты на перерезание волоса, но в применении к ножам. У меня там не все получалось на ноже между тестом HHT 3 и HHT 4. И я решил, что попробую это сделать на бритве. В тот же период приобрел пару бритв. Конкретно вот эта самая первая моя бритва была приобретена на барахолке в Лейпциге. Это немец из Золингена. Год, наверное, 1933-1935 производства. Начал на нем ставить определенные эксперименты. Началось все как-то вот так вот. Попробовал, подел эксперименты определенные. Приобрел новодельную бритву Дова. Опять же, поработал с ней, применил все свои навыки и знания, которые у меня были при заточке ножей. Начал бриться опасной бритвы. Попробовал мне там не все понравилось. Стал углубляться в эту тему. Дальше потом все продолжилось. Ушло куда-то вот сюда. Вот. Потом немного усугубилось, появилось. Вот это вот. Вот это вот появилось у меня. Ну и на сегодняшний день я нахожусь где-то вот здесь вот. Тема как бы меня заинтересовала. Но с учетом, что блок у меня про ножи и про заточку, я особо это в видеоблоге и в текстовом блоге не афишировал. Конечно, у меня там бритвы периодически проскальзывали. Но я эту тему как бы держал в себе до определенного времени. Потом как-то несколько раз случались у меня такие дискуссии, как в интернете, так и при личных встречах о том, что какие-то знания пропадают. Там не все передается из поколения в поколение. Но на сегодняшний день мы имеем все возможности для того, чтобы, используя современную технику, рассказать, не знаю, детям, внукам, там, правнукам, всем поколениям, всему миру. О чем угодно и передать там любые знания. В общем, подумал-подумал я, у меня вот этих вот уже всяких приспособлений и камней уже не одна коробка набралась. И бритв появилось уже, скажем так, достаточно приличное количество. Конечно, когда-то это все будет лежать где-то в ящике или в коробке какой-то. Ну, я думаю, не будет ничего плохого в том, чтобы положить туда какую-нибудь, не знаю, флешку, там, DVD-диск, в котором будут находиться материалы. О том, что это такое и как это использовать. Конкретно вот эти предметы, которые будут лежать в этой коробке. Решил я, что запишу определенный материал. Он, наверное, будет достаточно обширный. Разделю на несколько частей. Наверное, что-то такое, что можно показывать кому угодно, выложу в Ютубе. Будет это касаться конкретно тех вещей, которые связаны именно с бритвами и заточкой бритв. Не какие-то там общие слова, а определенная конкретика. Может быть, кому-то это пригодится. Не знаю, там, может быть, не мои дети, а может быть, внуки или правнуки. Вдруг захотят попробовать, им будет на что ориентироваться. Не лазить по форумам, читать полезные материалы и большую часть бесполезных материалов. Будут отталкиваться от того, что я расскажу. Ничего я не собираюсь там не приукрашивать, буду порассказывать ровно то, что лично я делаю и чем лично я пользуюсь. В общем, это такой, наверное, как бы и мини-анунс, и повествование о том, чем я в данный конкретный момент занимаюсь, что мне интересно. Так что в ближайшее время, я там не знаю, сколько это займет времени, как материал готовится, может быть, там займет, не знаю, может быть, месяц, может, два месяца, может быть, там, ну, не знаю, сколько, но этот материал когда-то появится. Дополнен, наверное, в блоге, в текстовом, там, какие-нибудь фотокарточки у меня там сохранились, как я там в течение полугода возился с этой бритвой. Сейчас это, в принципе, рабочий инструмент. Вначале это был, скажем так, полигон для экспериментов. Видно, насколько тут все уточено. Ну, а тут, конечно, много что я делал с этой бритвой, но в данный момент это конкретный рабочий инструмент, которым, в принципе, нужно достаточно сносно бриться. В общем, продолжаю вести блок. Всем привет!